добрый день дорогие друзья и с небольшим опозданием все-таки начинаем наш прямой эфир и сегодня у нас в гостях светлана афанасьева руководитель отдела маркетинга технохолдинга суматоре правильно вышиблась отлично ну давайте начнем с такого общего обзора экскурса небольшой технохолдинг суматоре это не только машины это не только специфика это еще и спорт это много-много-много всего в одном месте вот чего нам ждать что расти будем куда-то развиваться что новогоwolf нам приготовил вас у вас я знаю сюрпризы вот совершенно правый на самом деле технохолдинг суматоре это не только 6 автомобильных брендов, это еще и бренды тяжелой техники и грузовой техники, в том числе это и социальный проект «Приморское кольцо», на котором сейчас не так давно прошли соревнования по дрифту, которые очень приятно удивили наших болельщиков. Ну и дополнительно это огромное количество интересных проектов, которые вовлечены в данные программы. В том числе, допустим, 1 мая у нас открывается первый веревочный детский городок, называется Ринго Парк, и в 2 часа будет официальная презентация, куда мы приглашаем всех мамочек, папочек с детьми, с родственниками, с бабушками, с дедушками. Отлично. Ну теперь уже можно перейти к основным телам. Вообще техно-хойму суматою, сколько я знаю, изначально это была именно грузовая техника, да, если я не ошибаюсь? Начинали от химии. Начинали оттуда. Вот сегодня в этой сфере какие проблемы, может быть, именно в кадровой политике есть ли? Ощущает ли кадровый голод? И тяжело ли вообще найти специалистов, которые могли бы грамотно представлять эту технику у нас здесь на Дальнем Востоке? На самом деле в своей сфере мне хочется отметить, что действительно есть некоторый кадровый голод именно в области маркетинга. Не сказать, что у нас нет университетов, либо нет каких-то дополнительных способов повышения своей квалификации именно по маркетингу, но специалистов в сфере именно тяжелой техники, именно в сфере автомобильной промышленности действительно очень не хватает. Хотелось бы, чтобы больше людей понимало, в чем заключается работа автомобильного маркетолога, что это не так называемый менеджер по картинкам, не только креатив, но еще и колоссальный объем работы. Колоссальный объем работы имеется в виду не только подготовка мероприятий, но еще анализ рынка, форкассирование, прогнозирование рынка и так далее. Огромный пласт работы, над которым очень интересно трудиться и который стоит того, чтобы над ним трудиться. Скажите, а чего вот этим людям, тем, кто приходит в эту сферу, не хватает больше? Все-таки знаний именно о специфике работы с такой техникой тяжелой или все-таки знаний в области именно маркетинга? Или и того, и того сразу? Скорее всего, и того, и того сразу. Потому что на самом деле маркетинг, то образование по маркетингу, которое дается сейчас в университетах, оно достаточно общее. Работа в тяжелой технике, работа в автомобильной промышленности, она подразумевает определенную углубленность в свой проект, даже некоторую влюбленность в автомобили, либо в экскаватор и бульдозер, у кого как, в любом случае. Но эта вовлеченность, именно эта глубина, она позволяет человеку развиваться и дальше, и дальше, и дополнительно получать какие-то знания именно о технических каких-то спецификах техники, либо автомобилях и так далее, и так далее, и так далее. То есть на самом деле очень много вопросов, которых не охватывает конкретно образование обычное, стандартное в университетах. А что делать? Доучиваясь самим или пытаться как-то работать, может быть, со школами, с университетами, с образовательными учреждениями? Или все-таки уже на базе технохолдинга взращивать по-восточечкам? Сейчас идет политика именно взращивания наших специалистов, потому что многие ребята, кто пришли к нам, они пришли после университетов. Сейчас это, мне кажется, одна из лучших команд вообще по маркетингу, которая существует на Дальнем Востоке. Это, можно сказать, действительно правда, потому что ребята, которые приходят после высшего образования, у них немножечко не совсем полное понимание о действительно ситуации на рынке, о действительно ситуации, что нужно делать в маркетинге и так далее, и так далее. Но те ребята, которые пришли к нам, очень быстро показали себя действительно активными специалистами, действительно людьми, которые готовы обучаться, готовы креативно подходить к каждому вопросу, и которые реализовали уже достаточно большое количество интересных проектов. Чаще всего с какими проблемами сталкивается начинающий МакТол, который перешел именно в эту автомобильную сферу? То есть во что вот он упирается? Шел из универа, багаж знаний был, учебник с собой, приходит и раз, и тут такого нет. То есть не так, как учили, и на пятой странице такое не написано. Не соответствия жизненной какой-то, на самом деле, жизненной ситуации, действительности и теоретических знаний. Все то, что дается в теории, как, в принципе, и в любом образовании, наверное, особенно в маркетинге, это то, что было написано кем-то когда-то. Конечно, это очень большой пласт работы, это очень интересные труды, которые нужно читать, которые действительно нужно изучать, но многие из них уже немножечко отошли по времени назад. Постоянно нужно учиться, постоянно нужно двигаться вперед. Никогда нельзя забывать о том, что маркетинг, так же, как и связь с общественностью, реклама, в принципе, никогда не стоит на месте. Это то, что движется вместе с обществом, это развивается постоянно, постоянно и постоянно. То есть, поэтому, когда вы выходите после университета, вы должны очень четко понимать, что вот сейчас все начинается заново, вы снова начинаете учиться. Нельзя останавливаться ни в коем случае. Об этой проблеме очень активно заговорили пару лет назад в формате автосталона «Приморская весна». Я помню, был такой момент, когда открытое заговорили, что не хватает специалистов. За вот эти вот пару лет можно ли говорить, что хотя бы как-то ситуация начала меняться, что люди как-то вот… или так же стабильно приходят молодые кадры, которых приходится огромным усилием учить, обучать? Сложно сказать, на самом деле, насколько изменилась ситуация. По подготовке специалистов, конечно, сильно ситуация не изменилась. Но конкретно о самих ребятах, которые приходят к нам, допустим, в поисках своих возможностей реализовать себя в компании, очень много людей, которые действительно понимают, чего они хотят от жизни. То есть, действительно, они понимают, что маркетинг именно в этой сфере, он будет сложным, он будет другим. И они понимают, что им придется столкнуться с какими-то другими проблемами, с какими-то другими сложностями, трудностями и так далее. Поэтому вот то, что действительно люди начали более взросло смотреть на выбор своей профессии, это действительно изменилось. Это как вам, такой хрупкой девушке, дось разобраться в специфике тяжелой техники? Наверное, я думаю, этот вопрос мучает не только меня сейчас. Я не знаю. Отвечу честно. Я пришла, так как многие специалисты из связи с общественностью, тоже была пиар-менеджером. Я пришла случайно в тяжелую технику в 2008 году и почему-то вот как-то сразу полюбила то, чем занималась, и почему-то сразу поняла, что это мое. Поэтому связь с техникой и с автомобилями, она пошла дальше по жизни. И вот уже 10 лет я занимаюсь конкретно именно только этим вопросом. То есть гайкой со сцетверткой, рогашечкой, разбирать трактор и выяснять, что в нем творится? Конечно. Не так давно на Приморском кольце дали управлять телескопическим погрузчиком первый раз в жизни. Не сломала, что важно. Но он наверняка был на гарантии. Такие вопросы, как проблема кадровая, как проблема анализа, неумение людьми делать анализ, можно ли как-то решать, может быть, в формате взаимодействия со СМИ, предположим, с средствами массовой информации, в соцсетях как-то, как-то эту тему поднимать. У нас скоро в Приморском крае проходит медиа-саммит. Нужно ли говорить, может быть, в его контексте о проблемах взаимодействия бизнеса и масс-медиа? Можно ли сделать это, если какой-то совместный проект организовать? Да, конечно, можно. Я тоже буду участвовать в медиа-саммите в ближайшее время. И я планировала поднять именно этот вопрос, именно о том, что не хватает, конечно, совместных каких-то проектов. Поэтому не просто нужно, а стоит это сделать. Вообще СМИ активно включаются в такие проекты взаимодействия с бизнесом, скажем так? Ну, в вашем случае, автомобильными. Да, конечно. У нас есть постоянные партнеры, которые дружат с нами, которые постоянно нас поддерживают и стараются участвовать во всех наших мероприятиях. И мы очень рады всегда, когда они приходят к нам со своими какими-то предложениями, со своими интересными проектами. В принципе, это нормальная, мне кажется, ситуация, когда и СМИ, и бизнес взаимодействуют на партнерском уровне. Вот опять же, мы днемся к рынку спецтехники. Если с рынком легковых машин наши люди-промостки так или иначе взаимодействуют в повседневной жизни, хотя бы немножко, даже там лайф, но в картинке в соцсетях, как-то вот так. Так, спецтехника, как новый специалист, который приходит, как происходит вот обучение? То есть, ему подходит, говорит, это КАМАЗ, там, грубо говоря, да, это нам не надо, а вот это вот там тюндай или как-то буклеты. Как объясняете ему, что вообще такое спецтехника, как с этим работать? Как сфера работы со спецтехникой, она достаточно сложная и ограничиться только изучением буклетов, либо лифлетов, этого недостаточно на самом деле. То есть, действительно, необходима работа иногда и в полях. То есть, нужно выйти иногда на склад, посмотреть, что такое экскаватор, где находится отвал у бульдозера, либо что такое обечайка, самое интересное слово в нашей деятельности. Мы его запикаем. Суть в том, что действительно нужно и видеть и практическую работу, то есть, что происходит в поле, как происходит процесс, там, добычи руды, либо еще каким-то образом, либо стройка, процесс именно строительный. Это действительно нужно знать, это действительно нужно изучать, для того, чтобы более адекватно оценивать потребности ваших клиентов. Потому что маркетинг, прежде всего, предназначен для получения прибыли. Ну, скажем так, давайте честно говорить, мы все работаем не на привлечение новых людей, а именно на получение прибыли. И поэтому, если вы понимаете четко потребности ваших клиентов, в этом случае вы можете более конкретно предложить какие-то интересные решения именно для них, более выгодные для них. У нас очень много вопросов к вам от наших читателей из интернета. Естественно, они связаны с автомобилями, это неизбежно. Как сегодня меняется автомобильный рынок края? Можно ли говорить о его систематическом обновлении? И что вообще нужно сегодня потенциальному автомобилисту Приморского края? Ситуация на рынке, она очень изменилась за последнее время. Даже с учетом того, что я, даже когда я переехала два года назад во Владивосток и столкнулась с тем, что, в принципе, это самый, наверное, интересный город именно для автомобильной промышленности, он сложный, в связи с тем, что у нас есть специфический рынок серых автомобилей, да, были автомобили, которые приходили из Японии, и действительно они заполонили наш город и вообще весь Приморский край. Действительно, у людей создалась политика, скажем так, такая, что мы меняем автомобиль примерно раз в год как минимум, потому что я могу себе это позволить, купить автомобиль за невысокую цену. Сейчас ситуация меняется кардинально, потому что люди понимают, что недостаточно просто БУ автомобиля для того, чтобы получить все то, что я желаю. Они начинают задумываться о приобретении новых автомобилей, то есть повысился уровень потребления именно, уровень именно осознания как себя, как личности в автомобильной промышленности, если можно так говорить, потому что человек, приходя за новым автомобилем, он понимает, что ему нужен, допустим, автомобиль для семьи, он ему необходим, допустим, на ближайшие три года, этот автомобиль он будет эксплуатировать достаточно осторожно, аккуратно, потому что у него есть дети, жена, бабушка, дедушка и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, разумеется, ситуация очень сильно изменилась. Плюс люди начинают понимать, что легче прийти все-таки в дилерский центр для получения, именно для приобретения нового автомобиля. Если у тебя есть старый автомобиль, ты можешь его всегда обменять по программе Trade-in. То есть тебе не нужно оставлять свой автомобиль где-то на зеленом углу, стоять, ждать всех покупателей, обзванивать и так далее. То есть ты сдаешь нормальную политику, которая существует уже давно в Европе, которая только переходит к нам, когда вы просто оставляете свой автомобиль в дилерском центре, его у вас забирают, приобретают, оценивают, вы дальше не занимаетесь никакими вопросами, вы просто доплачиваете сверху суммы и забираете свой новый автомобиль, который уже соответствует вашим новым потребностям, которые соответствуют тем изменениям, которые произошли в вашей жизни. Ну, то есть политика на самом деле, и именно уровень нашего потребителя, он очень сильно изменился. Уровень именно жителя города Владивосток. Как маркетолог, для вас сложен ли был этот процесс внедрения этой культуры, покупки нового автомобиля, этого качества именно в сознание наших приморских граждан, при привыкших к серому рынку? Очень сложно, разумеется. Эта работа еще не закончена, потому что действительно люди уже привыкли к тому, что есть серый рынок, привыкли, что есть японские автомобили, но состояние самого серого рынка, допустим, если привести к примеру, даже не японские автомобили, а, допустим, корейские автомобили. Корейские автомобили, которые приходят с корейского рынка, это автомобили, которые были нещадно эксплуатированы, как, в принципе, японские автомобили, давайте честно говорить, были нещадно эксплуатированы своими владельцами там, в стране, и потом они сюда приходят без должной подготовки, без должной сертификации. То есть, действительно, человек сталкивается с огромным количеством проблем. Приобретая автомобиль уже в дилерсовском центре, он понимает, что у него не возникает никаких трудностей, автомобиль совершенно подготовлен, антигравийное покрытие, антикоррозийное и так далее, и так далее. То есть, действительно, и соответствует всем сертификатам, которые необходимо иметь на территории Российской Федерации для автомобиля. То есть, ну, понятно, что... Преимущество не налицо. Конечно, преимущество налицо. Поэтому, действительно, люди поменяли свое мнение. Но, наверное, даже это может быть заслуга не только дилерских центров, да, а именно, наверное, связанная с ростом, скажем, ну, я не знаю даже, как это правильно называть, самосознания жителей Приморского края. Сегодня Техноходный Суматорий – это один из наиболее крупных центров по продаже новых автомобилей, да, почти 6 марок у вас уже представлено. Также вот вопрос от читателя, планируете ли расширяться, вот, и если не секрет, какие марки можно ждать, если это не коммерческая тайна. В планах расширение, конечно, есть, но конкретно о каких-то марках рано еще говорить, потому что как только будет какие-то новости, мы с удовольствием сообщим, в свободном доступе будет вся информация. Так, далее, также от нашего читателя вопрос. Как относитесь к отмене льготного автокредитования? Хотите ли, чтобы правительство вернуло эту программу? Делать ли для этого что-то приморские дилеры, лоббируя как-то эту инициативу? На самом деле, да, программа была очень, скажем так, активно принята жителями Приморского края. Было очень много обращений именно по льготному аккредитованию. Действительно, программа очень сильно помогла тем людям, которые нуждаются в смене своего автомобиля, но которые по каким-то причинам не могли себе это позволить. И действительно, ну, действительно было очень много обращений по этому вопросу. Я думаю, ну, через некоторое время, скорее всего, программа будет возобновлена. Но это уже зависит не от нас. От кого-то такой поступил творческий вопрос. Как относитесь к идее организовать премию автомобиль года в Приморском крае? И на ваш взгляд, какой бы автомобиль мог стать автомобилем года Приморья? Ну, наверное, как это по мировой практике автосалона. Мировая практика автосалонов, наверное, ни в коем случае нельзя сказать, что она связана с практикой Приморского края в автомобильной промышленности. Сложно было бы связать, да. Сложность действительно есть. Конечно, хотелось бы сделать эту замечательную премию «Автомобиль года». На самом деле, у нас есть в планах организация автосалона, собственно, автосалона, на котором будут представлены различные марки автомобилей, и с которыми смогут познакомиться жители Приморского края. Но какой автомобиль, наверное, сложно сказать. Потому что, если я сейчас назову, то, наверное, это будет воспринято как реклама какого-то отдельного бренда. Наверное, это все-таки неправильно. Вообще, я знаю, что Технохомик Сумутой проводит очень огромное количество мероприятий различных для привлечения клиентов и просто людей. То есть приезжают и с семьями, и мимо там проезжающие видят шарики, фонарики, заряжают. Эти мероприятия, как так, популярны ли они и приносят ли они тот эффект, который от них ждут, которого от них ждут? Да, конечно, они очень популярны. Говоря об эффективности, мы должны понимать, что прежде всего задача таких мероприятий это повышение лояльности существующих клиентов. То есть мы должны понимать, что люди, приходя в дирижский центр, они должны понимать, что менеджер, который находится рядом с ними, это их партнер прежде всего. Это не тот человек, который навязывает ему автомобильную марку или тот или иной автомобиль, это тот человек, который действительно поймет их потребности, поймет, что человеку необходимо, но и предложит необходимое решение, и предложит действительно адекватное необходимое решение. Поэтому, организуя такие мероприятия, мы хотим напомнить клиентам о том, что они для нас дороги, что мы хотим дарить им подарки, что мы хотим быть рядом с ними, всегда готовы прийти к ним на помощь в любой ситуации, и они всегда могут к нам обратиться по любому вопросу. В Приморском крае отголосками, опять же, влияния серого рынка всегда было прибегнуть к помощи друга, который знает, как выбрать правильно автомобиль, знает, где там дыхнуть, посмотреть, какую-то обробочку отвернуть. Сейчас в автослоне есть менеджер, который может подказать, ответить на любой вопрос. К вам в автослоне приезжают с друзьями или все-таки уже люди готовы слушать советы и рекомендации опытного менеджера? На самом деле, таких людей очень много, и есть те, кто приезжают с друзьями. Конечно, рекомендация друзей, она составляет достаточно значительную часть, скажем так, тех причин, почему человек выбирает ту или иную марку. Приезжают по рекомендации, скорее, не для того, чтобы знать, где покрутить, как подышать и где открутить, но и потому что рекомендация друзей, наверное, является одной из самых лучших. Потому что если мой друг выбрал, допустим, Ford либо Volkswagen, то я доверяю своему другу. Я могу прийти и посмотреть, как он эксплуатирует свой автомобиль, ну, впоследствии уже сделать выбор в ту или иную сторону. Это первое. Многие приходят, конечно, со вторыми половинками, с женами чаще всего. Мужчины приходят, когда мужчина хочет спортивный автомобиль, но женщина говорит о том, что нет, 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 выбираем тот, который нужен мне. Понятно, что в этом случае, конечно, для решения за женщиной, не хочется обижать наших замечательных мужчин, но решение действительно за женщиной, потому что женщины выбирают семейные автомобили, которые более безопасные, более практичные. Да, это вот вторая категория покупателей. Ну и третья категория – это действительно те люди, которые приходят, ожидая хорошего, адекватного совета от менеджера. На самом деле все люди, кто посещает дилерские центры, вне зависимости от того, по рекомендации друзей, либо кто-то пришел просто потому, что проезжал мимо, увидел дилерский центр, эти люди, они все ждут не обмана, они ждут честной оценки своего бренда, они ждут честного ответа от менеджера, почему я должен выбрать этот автомобиль. Поэтому мы стараемся подготовить наших менеджеров таким образом, чтобы они давали действительно правильные и адекватные ответы. А в сфере продаж легкового транспорта такой же кадровый голод, как в сфере продаж тяжелой спецтехники, или же тут чуть-чуть немножко попроще найти специалистов, которые могли бы грамотно представить товар? Если говорить конкретно о продажах, наверное, это не ко мне, нужно обратить этот вопрос, потому что все-таки я не специалист в этой сфере. Но насколько я знаю, что ребята, которые приходят к нам, чаще всего это молодые ребята, они обучаются у нас, они получают необходимые навыки. И в принципе, то есть это тоже те люди, которые любят автомобили, которые любят автоспорт, поэтому проблем, наверное, с поиском специалистов у нас здесь не существует. Но опять-таки это не моя сфера, поэтому, наверное, мне не стоит об этом говорить. Что касается маркетинга, опять-таки, да, существует та же самая проблема, что и в тяжелой технике. Мы ищем специалистов, но ребята приходят, ожидая, что они будут активно рисовать какие-то картиночки, какие-то стенгазеты, да, приносят с собой какие-то распечатанные журнальчики. Но нужно понимать, что действительно за работой маркетолога именно в этой сфере стоит колоссальный объем работы. И тот объем проектов, который реализует специалист в нашей сфере, ну, допустим, я уверена, что и в других директорских центрах то же самое, это несравнимо больше, чем может реализовать любой другой сотрудник маркетинговой службы в каких-то других компаниях. Потому что, допустим, наши менеджеры по маркетингу, они задействованы не только в каких-то местах, да, то есть в своих директорских центрах, они занимаются не только анализом рынка, не только анализом конкурентной среды, не только прокастированием, но также еще и взаимодействием с отделом продаж, то есть они следят именно за качеством обслуживания к наших клиентам, но еще дополнительно они занимаются организацией различных ивентов. То есть те проекты, которые реализуются ими, это действительно огромный-огромный вклад, наверное, в, я бы даже сказала, в маркетинг, именно в опыт маркетинга, потому что проекты, даже реализованные на Приморском кольце, это действительно очень интересно, это действительно очень интересная работа, которой хочется заниматься. И те люди, которые приходят к нам, это люди, влюбленные в автомобили, и влюбленные в свою профессию, прежде всего, то есть это люди, живущие именно на этом драйве, поэтому действительно специалистов найти достаточно сложно, но те, которые приходят, это те, кто должен здесь работать. Вот сегодня наш город переживает такой пореформенный период, мы меняемся, у нас огромные стройки, мосты, строится Примлинг, который вообще уникальный объект для России, да и для мира, в принципе, тоже отчасти уникальный. Вот если через несколько десятков лет какой-то потомок откроет журнал Примлинг или зайдет на старую версию сайта Суматорис и Технохолдинга, каким он увидит город глазами ваших маркетологов, каким пристанет Владивосток для него вот в этом периоде? Я думаю, что он увидит прекрасный город, очень активный, целеустремленный, направленный на постоянные изменения, очень динамичный, непостоянный, но прекрасный в своем непостоянстве, потому что те изменения, которые сейчас происходят во Владивостоке, это и, в принципе, в Приморском крае, они заставляют дышать глубже молодых людей, они заставляют нас больше задумываться о своем будущем, они заставляют нас действовать, работать и снова работать. И прежде всего это касается творческого подхода к своей профессии. Я не говорю конкретно о маркетинге, я говорю о всех направлениях деятельности. Действительно, те люди, которые... Я могу сравнить с другими регионами, действительно. Те люди, которые живут в Владивостоке, это люди, которые подходят к решению многих проблем очень нестандартно, очень креативно. И тех специалистов, которых я встретила здесь, тех людей, кого я встретила здесь, их действительно сложно спутать с какими-то другими. То есть вот тот переломный момент, который переживает сейчас Владивосток, он действительно отражается на людях, и он действительно покажет наш город потом как действительно очень красивый и очень прекрасный в своем развитии. У техноходинга, опять же, у Владивостока, даже не только у техноходинга, есть прекрасная площадка, примирка, о которой мы сегодня уже говорили. Замечательная для проведения разновазных мероприятий, привлечения и людей, и гостей извне. Вот хватает ли, скажем так, в нашем городе специалистов, которые были бы настолько же увлечены автоспортом, как те люди, которые в техноходинге занимаются развитием этого всего, занимаются организацией, и действительно болеем ли мы автоспортом настолько, насколько нужно для того, чтобы этот проект действительно стал нашей визитной карточкой, нашим каким-то вот, нашим всем таким спортивным? Да, я думаю, что да, потому что Владивосток – это абсолютно автомобильный город, и все, что касается автомобильного спорта, это действительно вне конкуренции вообще в Приморском крае, и говорить, что Приморское кольцо стало визитной карточкой, да, можно сказать, что он уже стал визитной карточкой нашего города и вообще Приморского края, потому что ту популярность, которую собирают различные соревнования, соревнования по дрифту, соревнования по картингу, вообще по автомобильному спорту, наверное, сложно сравнить с чем-то еще, поэтому да. Свет, в завершении нашего интервью, что бы вы хотели бы пожелать, может быть, дать какой-то совет на путстве молодым специалистам, жителям нашего города, автомобилистам, спортсменам, вашим потенциальным будущим маркетологам, всем-всем-всем-всем-всем. Единственный совет, который я хотела бы дать, мне кажется, все мы его понимаем и все его знаем, учиться, никогда не останавливаться, всегда понимать, что нужно расти каждый день нашей жизни, нужно постоянно пытаться повышать свой уровень, нужно постоянно узнавать что-то новое, не только в своей сфере, но постоянно черпать какие-то новые идеи и совершенно разных направлений деятельности, будь то какие-то творческие профессии, будь то совершенно банальные какие-то технические моменты. Все это очень интересно, никогда не останавливайтесь, старайтесь развиваться и старайтесь больше интересного привносить в свою жизнь. Отлично. И последний вопрос, совсем забыла про него. Если бы у вас была такая возможность, на ваш взгляд, какого автомобильного, может быть, не объекта, какого-то, может быть, явления или чего-то еще, нашему городу не хватает. Вот все у нас есть и чего-то вот одно. Может, построить что-то нам нужно еще? Или мы настолько гармоничны, что нам ничего уже не нужно? Нет, я думаю, что есть еще много над чем работать, есть еще много проектов, над которыми стоит работать. Озвучивать их, мне кажется, тут просто не хватит времени, но останавливаться пока, по-моему, не стоит и никто не собирается. То есть есть куда развиваться на самом деле. Отлично. Спасибо вам огромное. У нас в гостях была Слана Афанасьева, руководитель отдела маркетинга, технохолдинга «Суматори», эксперт в области спецтехники, в области спортивного автомобильного маркетинга. Ну, скажу без сложной скромности. И просто изучательный человек. Спасибо вам, учитесь, не останавливайтесь на достигнутом и приезжайте на Прим-Ринг. Всегда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!